Меня что настораживает в этой вакцине всей, вот эта вот драка за деньги. Это, конечно, огромное средство, это миллиарды долларов в этом вращается, и все начали драться за эти деньги. И порой пренебрегая безопасностью самой вакцины и тех людей, которые, ну, в данном случае, на испытаниях находятся, скажем так. Мы испытываем российскую вакцину, поэтому мы ориентируемся на эту вакцину. В четверг, если все будет нормально, мы обсудим эту проблему. Есть несколько направлений здесь работы. Закупить вакцину и привить группы риска. Ну, номер один в группе риска – это вы. Второй вариант – произвести вакцину, взяв российский штамп. Ну, и третий вариант – это врачи, витебские, и специалисты, ученые предложили мне изучить производство своей вакцины. Неожиданно для меня и витебчане, и Академия наук наша имеют наработки. Но я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо купить будет вакцину для того, чтобы группу риска срочно провакцинировать. Это прежде всего врачей, медсестер, люди, которые работают с заболевшими. Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее. Но надо для себя, для своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями и будем заниматься, если уж наработки окажутся серьезными у наших ученых, будем заниматься производством собственной вакцины. Почему я не исключаю вариант производства собственной вакцины? Наверное, как и вы, нового не открою здесь ничего. Я убежден в том, что эта зараза с нами останется навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. Не только сегодня-завтра, но и послезавтра. Поэтому мы попробуем работать по трем направлениям. Если мы научимся производить сами опыт получим вакцин, ну, дальше у нас будут хорошие специалисты, хорошие будут ученые, хорошие люди, хорошие медики и здравоохранение будет таким образом развиваться. Продолжение следует...